Святая обязанность каждого мужчины защитить свою семью и свой смартфон. Сегодня мы будем защищать, конечно же, смартфон, ведь канал у нас о технике. Поехали! Все вы знаете, что смартфоны можно защитить по-разному. Изначально это были чехлы и различные накладки, потом люди начали защищать экраны своих устройств и очень успешно. Поставщик позиционирует этот продукт как защита экрана. Гибкое стекло, но по своему внешнему виду товар больше похож на пленку, поэтому в своем видео я буду называть его пленкой, хотя это не совсем корректное название. Были просто защитные пленки, потом появились защитные стекла. Плюсы есть и в том и в другом виде защиты. И как это обычно происходит, следующим шагом стало появление на рынке гибридного продукта, который собрал себе лучшее от своих предшественников. Это защита для экрана смартфонов, которая совмещает в себе лучшие функциональные показатели от защитного стекла и от защитной пленки одновременно. Конкуренты, конечно же, есть, но действительно проигрывают по материалам, по толщине и по качеству. В этом продукте используются лучшие японские материалы. Толщина вот этого стеклышка всего лишь 0,18 мм. И по своей структуре она чем-то напоминает пленку, но таковой не является. Здесь больше это все дело похоже на стекло. Если уронить или ударить, то сетка не появится. Увидеть сетку можно только если сломать защиту экрана. Обычная пленка просто согнется. А эта защита экрана просто потрескается паутинкой, как и в случае, если сломать защитное стекло. В чем преимущество? Если уронить смартфон экраном вниз с обычным защитным стеклом, то оно потрескается, разлетится и пользоваться им уже не будет возможно. В случае с защитой экрана, благодаря своей скорости защитной пленкой, на ней могут оставаться царапинки, вмятины. Но продуктом в большинстве случаев можно будет пользоваться и дальше. И при этом экран смартфона останется целым. У меня сейчас открыт комплект от смартфона Nomi i6030. Кстати, обзор этого смартфона мы уже делали на нашем канале. Вот он, он большой красивый кирпичик. В комплект поставки входит одна штука защиты экрана. Вот что нужно понимать. Этот комплект и само стеклышко не имеет клейкой основы. То есть здесь нет никакого клея. И само стекло крепится на смартфон за счет электростатики. В чем же плюс такого подхода? Дело все в том, что здесь не будет процесса высыхания самого клейкого слоя. Со временем, когда вы клеите пленку, клей может высыхать. И пленка начинает отставать. Под нее попадает мусор. А такой способ поклейки позволяет ее очень легко установить на смартфон. Даже в домашних условиях. Хотя вы можете, конечно, попросить это сделать продавца в магазине Орло. Вам с удовольствием помогут. Как заявляет производитель, за счет электростатики это стеклышко можно спокойно поклеить самому на смартфон. И мне интересно попробовать, потому что у меня всегда с этим были проблемы. Попадал мусор и прочие элементы. За счет электростатики якобы этот мусор легко убирается. И это стекло заново можно переклеить. Сейчас попробуем это все дело поклеить на смартфон Nomi i6030. А потом сделаем небольшой стресс-тест. Поехали. В комплекте идет специальная микрофибра, отдельная салфетка, которая якобы пропитана алкоголем для того, чтобы обезжирить экран устройства. И, конечно же, специальные стики, липкие стики для того, чтобы в случае необходимости убирать пыль как с пленки, так и с экрана устройства. Давайте продезинфицируем экран нашего смартфона и будем протирать это все специальной алкогольной салфеткой. Поехали. Так вот, обезжирили экран, даем немножко подсохнуть, чтобы разводов не оставалось, чтобы это прям не клеить на влажную поверхность. Ускорим процесс и протрем это все микрофиброй, которая идет в комплекте со стеклышками нашими. Если на стекле остается какая-то микропыль, мы ее специальной вот этой штучкой извлекаем вот такими вот промакиваниями, легкими, ненавязчивыми. И убираем. Начинаем процесс поклейки. И здесь вот эта надпись написана «Please peel off this mask before application». То есть до того, как устанавливать, мы снимаем вот этот слой. И теперь просто подгоняем его под рисунок самого смартфона, приблизительно угадывая габариты. Я думаю, это не сложно сделать. Главное попасть уровень в уровень. Если что, можно будет переклеить. Если бы у нас осталось пыль или мусор по краям, то при поклейке обычного защитного стекла мы вынуждены бы были его приподнимать и стикером вытаскивать эти остатки. Или снимать стекло вообще. В случае с защитой экрана от номера у нас есть возможность просто выдвинуть эту пыль или мусор. По-моему, неплохо. Теперь пришло время это дело протестировать на прочность. Еще одно основное преимущество такого продукта, последняя популярная тенденция на рынке смартфонов, это использование 2,5D дисплеев, когда у экрана закруглены края. Для простого защитного стекла такие экраны просто карма. Законы физики не позволяют твердому защитному стеклу изогнуться под закругленный экран. Новая линейка смартфонов Nomi также не осталась в стороне и вся оснащена дисплеями 2,5D. И в этом случае защита экрана это спасение. Благодаря своей гибкой структуре такая защита может прогнуться под экран и решить эту проблему, при этом обеспечивая высокий уровень защиты. Ну что, погнали. Берем ключи и будем сейчас его вот так вот пытаться поцарапать. Наша задача проверить, остался ли живой экран смартфона. Как видите, максимальные царапины, максимальные удары, а стеклышко у нас очень тонкое. Стресс-тест показал, что на защите экрана легко остаются царапины. Да, в случае с обычным защитным стеклом таких царапин не остается, но при таком активном воздействии стекло может потрескаться и придет в негодность. А эта защита как пленка приняла на себя царапины и как стекло защитило экран. Давайте снимем это защитное стекло и посмотрим, что теперь с экраном после такого прям фанатичного биения экрана ключами. Возьмем, кстати, вот этот же наш стик и попробуем поддеть. Видите, как хорошо держится-то? Держится-то хорошо, придется поддевать силой. Электростатика прям молодцом. А экран-то новенький. Протираем его просто от вот таких вот разводиков. И экран идеально чистый. Видите? Никакие острые ключи, ничто не повредило экран благодаря вот этой защитной штуке от компании Nomi. Это защитное стекло, которое называется Nomi Flex Glass. Друзья, что я хочу сказать об этом продукте? За все время работы с гаджетами я встречал огромное количество защитных стекол. Но я не встречал ни одного защитного стекла толщиной 0,18 мм. И что при этом оно так держало царапинный удал. Это действительно качественный продукт. Поэтому, если вы хотите защитить свой смартфон, прям идите в магазин. НОЛО, заказывайте, либо сами клеите, либо он кто-то его поклеит. Вердикт надо определенно брать. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а в комментариях пишите свой опыт работы, эксплуатации защитных стекол на смартфонах. Ставили или не ставили? Если ставили, то сколько проходили? Мне продукт понравился, я прям вот сейчас его поклеил. Вы сами все видели. Мы прям честно побили смартфон, он остался жив. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok